Книга «Открытым оком», том 8, тема «Молитва», вопрос 2179. Но есть ли специальные молитвы для старых людей, о чем им нужно особенно заботиться в молитве, и о духовных наставниках своих, как молиться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Для себя я знаю, а когда для других отвечать приходится вопрос о молитве, то единого рецепта дать невозможно. Молитва требует постоянного упражнения в ней. Нужно и по молитвослову молиться, но не бездомно, а вкладывая ум свой в то, что читаешь, соединяясь с читанным, как бы ее своей делая. И своими словами, и по псалтирии, обязательно на русском языке, тем более сейчас, издана по благословению патриарха, крупно, жирным шрифтом и по четким лестовкам. Но если только по-старообрядчески, от и до, и ни шага в сторону, и только по-церковно-славянски, то я этого понести не могу. Мне нужна импровизация, живое общение с Богом. Молитва по потребности. У нас много молитв в ответе по житиям святых. Я выбрал более 40 житий, из которых взял их живые молитвы, как они молились своими словами. Это нужно постигать только на личном опыте. Филиппинцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. Римлянам 8.26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 1 Коринфянам 14.15. Что же делать? Стану молиться Духом. Стану молиться и умом. Буду петь Духом. Буду петь и умом. Молитва нужна для связи с Богом, так как мы немощны, и можно ее совершать повсюду. 1 Коринфянам 6.18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Заранее составленные молитвы, как и заранее составленные стихи и песни, конечно же, многосодержательные могут быть, чем сказанные экспромтом. Но нам повелено, однако, открываться в своих молитвах, лично из нашего возрожденного сердца исходящие молитвы, износить. 1 Коринфянам 4.6. Не забудьте ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Римлянам 8.26. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас с воздыханиями неизреченными. Если хотите принять, то можете даже вот эту мирской газетой опубликованную молитву применить. Известие от 19 июля 2003 года, страница 7. Из молитвы человека пожилого возраста. Господи, Ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать. Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой, полезным, но не детством. Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели. Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать о них все слаще. Не осмеливаюсь просить Тебя улучшить мою память, но приумножь мое человеколюбие, усмири мою самоуверенность. Когда случится моей памятливости, столкнуться с памятью других. Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у Тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться. Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого. Иные из них невыносимы в близком общении. Однако и люди, кислого нрава, вершинное творение самого дьявола. Научи меня открывать хорошее там, где его не ждут, и распознать неожиданные таланты в других людях. Аминь. Молитва за Духовного Отца Господи Божий мой, даровавший мне свет Евангелия через моего наставника, через которого родил Ты меня словом Твоим незреченным, прошу Тебя, Владыка, души моей, помоги моему духовному отцу и сохрани его от самого малого заблуждения, чтобы он не уклонился от священного писания и не толковал слово Твое вопреки святым отцам православной церкви, чтобы эта истина была с Ним всегда, когда молится Тебе так. 1 Коринфянам 9.27 «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Помоги ему, Создатель мой, чтобы слово Твое распространялось через моего наставника, и как он донес слово Твое до меня, так бы оно было известно через него еще для многих. Как много у проповедующего Твою истину опасности от внешних, врагов и от внутренних. Помоги ему, сохрани его в пути, в беседах, в одиночестве, при свете дня и в ночной темноте, и на ложи спящего. Разрушь все замыслы врагов телесных и духовных против него. Дай ему силу молитвы о деле Божьем, о спасении и о моей души. И услышь его воздыхание, и о мне грешно. Добрый Твой ангел-хранитель, да наведет страх на врагов его. Умягчи их сердца и обрати к себе восставших на рабат Твоего. Ты знаешь, Господи, сколько он уже претерпел, и что враг всегда в первую очередь нападает на рождающих духовно. Удержи его от падения, от соблазнов и искушений, и дай ему все переносить с радостью, и да наполнены будут его уста словословием Тебе, всемогущему, пролившему за нас свою причистую кровь, в восставлении наших грехов. Да будет благословен он во всех делах своих, угодных Тебе, и на мытарствах проведи его душу до царствия Твоего. И по его молитвам и мне даруй все просимое мною для отца моего духовного. Единый Отче, пастырь души моей, искупленной Христом Иисусом на Голгофском в кресте. Учителя Церкви предупредили нас, чтобы мы вместо пастыря здесь на земле не избрали волка. Да не будет этого со мною, да будет благословенно Святое Имя и прославлено в нашей жизни словом и делом. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова